Рекламно-информационная программа. Мероприятия, о которых говорят наши гости. 211 и 101. Сразу же напоминаю номер нашего телефона. И сразу приветствуем наших гостей. Юлия Белек, специалист по связям с общественностью Театра Наспасской. Добрый день. Добрый день. И артист Тюза Ирек Галямов. Здравствуйте. Правильно произнес? Да как вам угодно? Ну, сегодня у нас весь день мы про орфеопию говорим. Или про орфеопию уже так, если пошло. У нас тоже был человек со сложной фамилией в первом часе. И мы все его по-разному называли. Уже орфеопия уже, да? Я уже вот спрашиваю, а может быть уже и орфеопия? Так все меняется быстро. Орфеопия, да. 2 марта в Театре Наспасской состоится премьера постановки «Гудбай Берлин». Мы о ней уже рассказывали в наших эфирах. Ну, вот сейчас... Еще раз застрим внимание. Hello, goodbye Berlin. Hello, goodbye Berlin. Да, то есть мы когда-то говорили о том, что не состоялась премьера. Долгожданная в начале сезона. А. Да, мы говорили об этом. Получился такой goodbye, goodbye Berlin. А сейчас вот hello, goodbye Berlin. Ира как раз играет одного из главных персонажей. И персонажа по имени или что это имя? Чик. Ну, прозвище. Прозвище Чик. А на самом деле... Погоняло. Чихачев фамилию у него. Чихачев. Андрей Чихачев. Андрей Чихачев. Ну что, давайте рассказывайте, приглашайте зрителей про этот спектакль. О чем он... Ну что ж, приглашайте. Нет, ну мы аннотацию-то прочитали, конечно, на сайте Тюза. Ну, как сказать. Ну, это такая достаточно любопытная история. Роман Вольфганга, Херндорф, Goodbye Berlin. Херндорф очень интересно переводится с немецкого. Херр – это господин. А Дорф – это деревня. Господин – деревня. На деревне. Первый на деревне. Деревенский господин. Вот. Ныне уже покойный, к сожалению. Его друг Роберт Коаль написал инсценировку, если можно так сказать, с некоторыми допущениями. И в прошлом сезоне в работу была взята эта пьеса, начались репетиции, но в силу разных причин в сентябре премьера не состоялась. Но мы устроили достаточно любопытную читку. Драматург приезжал к нам в гости, слушал эту читку, остался, по-моему, доволен. Даже не воспользовался услугами переводчика. Все-таки язык театра – это, прежде всего, язык действий, поэтому там не возникло у него каких противоречий. Вот. А в студию с переводчиком приходил. А в студию с переводчиком. С переводчиком, да. Артистов здесь не хватало. Да не говори-ка, нам надо потренироваться, пожалуй. Давай запишемся в какой-нибудь кружок. Записывай. С удовольствием. Вот. Ну, собственно, это любопытная история. Это история такая интернациональная. История о подростке, аутсайдере, 14-летнем Майке Клингенберге. Ну, я твердо убежден, что каждый подросток считает себя аутсайдером. Поэтому она такая универсальная. Аутсайдер, в смысле, неудачник? Неудачник. Лузер. Не совсем лузер. Аутсайдер немножко сбоку. Мимо тебя в жизни идет. Совершенно неважно, как к нему относятся другие, он себя считает таковым. И в его жизни появляется первый друг, с которым они ощущают это безумное путешествие. Набирается какого-то опыта. И после этого путешествия он меняется. Он понимает, что он не такой уж никчемный. Он кому-то нужен. Но там история первой влюбленности, второй влюбленности. Они встречают... Там даже есть цитата такая. Они встречают исключительно 1% хороших людей за все свое путешествие. А влюбленности там в одну и ту же девушку? Нет. На самом деле там две героини. Одно он идеализирует. Это его одноклассница Татьяна. Он не влюбленный. Он не знает, как к ней подойти. И он не был приглашен на вечеринку, которую она устроила в честь своего дня рождения. Он нарисовал портрет ее любимой певицы. И не знал, как подойти, подарить ей. Ну, однако же они... Это, на самом деле, универсальная подростковая история. Потому что все, наверное, из нас в юные годы через это проходили, когда объект идеализирован. И просто не знаешь, ну как это... Ну да, да. Но так или иначе он к ней подходит, отдает этот портрет, потом убегает. А потом они встречают другую девочку, которая... Ну, они разные. Они разные архетипические. Одна такая звезда, а другая беспризорница девочка. И беспризорница оказывается настоящей. И вот, наверное, вот это была настоящая первая влюбленность его. Вот, и он скучает по ней. Ну, в общем, это такая сложная, на самом деле, такая структура, история. Надо смотреть, смотреть. Напомните, действие-то где происходит? Действие происходит в Восточном Берлине. Там, так или иначе, все равно есть отголоски Восточной Германии. Потому что мне почему-то казалось, что это важно. Но в процессе репетиции почему-то это ушло. Но мне кажется, что это важно. Потому что это какая-то близкая к нам культура, так или иначе. Я имею в виду страну Восточного Блока. Там есть топонимы. Там, скажем, Аллея Дер Космонаутен. Ну, такая типичная наша такая история. Но почему-то это ушло. Все-таки действие происходит в 2010 году. Это уже такая современная история. Единый Берлин уже, да. Да, уже Единый Берлин. И это уже столица Единой Германии. Вот, вот, что же еще. А друга-то он находит, собственно, которого вы играете. Да-да-да. К ним в школу приходит в начале... Да, я не помню. Ну, не суть. К ним приходит новый ученик. Эмигрант из России. Этнический немец. Андрей Чихачев. Фамилию его путают. Он такой не очень благополучный парень. У него несколько приводов в милицию или в полицию, как угодно. Кражи, безбилетный проезд. Это цитата. Вот. И он такой неприятный тип. От него пахнет перегаром. Он такой... Он ни с кем не общается. Что-то русское в нем есть, то есть, да? Пахнет перегаром. Ну, так даже немало, я бы сказал, да. Вот. У него узкие раскосые глаза. Его многие называют азиатом. Вот. Это как у Шукшина. Мы Азия, да? Ирак, а вот глаза-то как у вас? Вроде не узкие, не раскосые. Я смотрю внимательно. Убрали эту черту, да? А мы убрали эту черту, да? Потому что это... Там близок этот типаж. Ну, условно говоря, это такой... Вы тоже там? Нет. Вы в нем себя узнаете? Нет, я другой. Другой, да? Я другой. Это такой типичный гопник, условно, из моего школьного детства. Ну, такой. То есть типаж знакомый, но это не вы? Знакомый, знакомый. Я таких множество ребят знаю. Поэтому для меня это, так, ну, скажем, не так далеко. Вот. Ясно. Ну, такие типажи, они и сейчас тоже встречаются. Да, слава богу. Ну, наверное. Я не всегда... Слава богу, наоборот, всегда возможно было встречаться. Да. Возрастное ограничение, кстати, мы не сказали спектакля все-таки. Ну, я надеюсь, 16+. 16+. Правда. Совершенно верно, да. Возрастное ограничение 16+, возрастная рекомендация существует 14+. Ну, вообще, я бы хотела, наверное, все-таки сказать, что этот спектакль будет очень интересен взрослым. И, в общем-то, мне бы даже хотелось его позиционировать как спектакль для взрослых, которым важно понять своих детей. Понять своих детей-подростков. Да. Да, в первую очередь. То есть мне надо идти. Вам надо идти. Обязательно. Я уже понял. Николай, да. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу, потом продолжим наш разговор и начнем розыгрыш наших призов. Культпоход. Ирек Галямов, артист театра «Наспаска» и Юлия Белек, специалист по связям с общественностью. Тюза у нас сегодня в культпоходе. Ну, что, давайте озвучивать призы. Список призов. Ну, что ж. Ну, во-первых, как всегда, драматический театр у нас есть. Он почему-то на первый. Нет, ну, давайте с Тюза начнем. Давайте с Тюза начнем. На эту премьеру мы сегодня разыграем. У нас почему-то вот так, видимо, уже по шаблону таком печатается. Почему всегда драма впереди, не знаю. На Гудбайберлин мы сегодня разыграем. Да, обязательно билет на премьеру. Точную дату вам скажут, когда вы уже выиграете, потому что не будем делить шкуру неубитого медведя. Может, никому и не достанется. А теперь драмтеатр. Да, это. Уже анонсированный мной, да. Сегодня там запрещенный роман. 18.25. Он как запрещенный, то есть он, наоборот, рекомендованный к просмотру. Сегодня в 6 часов вечера, ограничение 12+. Завтра, 17 февраля, Киров.Лес, ограничение 18+. 23 февраля, Божье дерево, ограничение 12+. И 24 февраля, Поздняя любовь, тоже 12+. Это у нас драматический театр. Переходим дальше к книгам. Книги сейчас у нас на столе. Будет перебирать сейчас, брать в руки. Николай. Показать, к сожалению, некому. Шамиль Идиатулин, город Брежнев. Мы обычно слушателям показываем. Город Брежнев. Напоминаем, да, что это прежнее название набережных Челнов. Нет, это не прежнее, это временное. Временное набережных Челнов очень недолго. События книги разворачиваются в 80-х годах, когда еще были талоны, ленинские зачеты, партийные собрания, драки, без предел, насилие. Но и радостное восприятие жизни, надежда, дружба. А главное, вера в то, что мы что-нибудь придумаем. 18+, это книжка для взрослых. Да, это книжка для взрослых. Наталья Зубарева. Вальс гормонов. Двоеточие. Вес, сон, секс, красота и здоровье, как по нотам. Ну, книжка даже по оформлению, судя по всему, очень любопытная. 16+, ограничение. Это книга для тех, кто контролирует свой вес, здоровье и стремится к гармонии духа и тела. Дальше. Книжка-то такая небольшая, но весьма любопытная. Очень красивая, любопытная. Я уже полистал ее. История в открытках. Путеводитель по прошлому. Как много интересной информации содержится в открытках 19-20 веков. Ну, на самом деле, даже... Дайте, дайте. Возьмите. Спасибо. Вот, правда. Очень классная книжка. Даже не буду про нее много говорить. С картинками. С великолепными такими репродукциями открыток, цветными. Чудо. 12+, ограничение. Павел Басинский. Посмотрите на меня. Тайная история Лизы Дьяконовой. Книжка посвящена Елизавете Дьяконовой, автору знаменитого дневника «Русской женщины» и активистке, зарождающегося в России женского движения, которое погибло при загадочных обстоятельствах. 16+. Эти и другие книжки вы найдете в магазинах «Читай город». Долженый центр Крымный, театро. И еще у нас одна из книг, которая не из магазина «Читай город», но эта книга совершенно уникальная. Она написана двумя нашими вятскими кировскими авторами. Это Инна Метельская-Шереметьева и Сусанна Никитина «Инблюд». Книга называется «Друг познается в еде». Книжка ценна тем, что она с автографом авторов. Да. Галерея «Прогресса». Вы уже по умолчанию мне передали. Конечно. Галерея «Прогресса». Пригласительная на фото-выставку «Материнство в дикой природе» с экскурсией до 25 февраля. Будет проводиться эта выставка. Я, кстати, хочу анонсировать программу «Открывашка» детскую. Воскресенье, которая начнется в 10 утра. К нам придет один из самых именитых фотографов-анималистов. И участник этой выставки. Да, и участник. Заглавный вот его фотография. Мама, ты почему так ее упертая? Когда медвежонок уперся в маму, не пускает ее. Сергей Иванов его зовут. Он будет у нас в «Открывашке». У нас пригласительный в Вятских Достный музей имени братьев Вознецовых. Там до 26 февраля идет выставка «Виктор Вознецов в Абрамце». Для ограничения 0+. Ну и сегодня, 16 числа, в 7 часов вечера, в арт-зале номер 5 в кинотеатре Колизеи будет закрытый показ фильма «Секретное досье». Это фильм Стивена Спилберга. Главной роли у нас Мэрил Стрип, которая планирует получить еще один Оскар в этом году. Вот книга о нашем братьев-журналисте, только американском. Сегодня, да, в рамках нашего проекта «Арт-зал совместного». Радиостанция «Эхо Москвы» в Кирове и кинотеатр «Колизей». Это сегодня вечером? Это сегодня в 7 часов вечера. У нас есть местечко, мы хотим его тоже разыграть. Оно, кстати, у нас освободилось совершенно перед эфиром случайно. Мы его разыграем. Да, я напоминаю вкратце суть проекта. Мы смотрим в арт-зале не кассовые, не блокбастеры фильмы, рассчитанные на думающую аудиторию. Так что у вас есть возможность сегодня к нам присоединиться в 7 вечера. Что, давайте разыгрыш. Наши гости, с вас вопрос? Да, развлекательная часть сегодня на мне, образовательная на Эрике, поэтому, да. Он как-то удивился, слушаю. Причём искренне, по-моему, не сыграл. Вот, поэтому в развлекательной части я подготовила вопросы достаточно простые. Вопросы, касающиеся премьеры новогодней нашей «Тайны волшебной страны». Я думаю, что очень многие уже успели посмотреть этот спектакль. Спектакль интересный, музыкальный спектакль. И вот, собственно говоря, этого и будет касаться сегодняшний вопрос. Назовите, пожалуйста, фамилию композитора, автора музыки к спектаклю «Тайна волшебной страны». И у меня подсказка сразу. Это однофамилец легендарного американского комического артиста, чья карьера пришлась на 1914-1968 годы. Долго. У него была карьера. Да, ну, он вообще легендарная личность, ему положено. Ну, я понял, о ком вы говорите. Вам осталось только... У нас Владимир, по-моему, гуглит, да? Я фамилию-то сразу понял. Я просто освежаю эту информацию. Освежаю эту информацию. Он из Татарстана. Это, если бы не американский комик из Татарстана, автор-композитор. Автор музыки к спектаклю «Тайна волшебной страны». Я так понимаю, что да, и звонок. Да, конечно. Добрый день. Вы в эфире. Здравствуйте. А как вас зовут? Александр. Александр. Ну что ж, у вас есть шанс получить какой-то из наших призов? Пытаюсь предположить, что это Чаплин. Ну, осталось только назвать имя. Кого из них? Чарли говорит. Ну что ж, ответ безусловно правильный. Американского комика звали Чарли Чаплин. Он англо-американский все-таки. Он англичанин. А композиторы из Татарстана? Ну, это не часть обязательных. Это не обязательно. Я думаю, что надо уже признать, как первого космонавта Земли. Юрий. Да. Ну что ж, что бы вы хотели получить за ваш правильный ответ? Вот про одну книжку про город Брежнев я слышал, а про вторую не очень расслышал, что это 19-20 век. В двух словах. Это история в открытках. Я уже ее припрятала. Ну-ну-ну-ну-ну, Юль. Это небольшого формата книжка, очень с красивыми иллюстрациями. Там открытки конца 19-го, начала 20-го века. Не очень познавательный, легкий текст. Ну, очень хорошая книжка просто. Забирай ее. Вам повезло. Забирай. Поздравляю вас. Юля придется вернуть. А у меня всегда все отбирают в этой программе. Ладно. Ну все, спасибо большое вам. Не клади трубочку, вам объяснят, как получить эту книжку. Так, Юль, ты вопросы не задает у нас сегодня? Я не подготовился. А, ну хорошо. Юля, ты что? А, ну вот еще такое изумление на лице было. Как будто прямо вот это. Ну, видимо, Николаю. У меня как всегда вопрос. У меня еще вопрос есть? Я попозже с нами. Попрошу, конечно. У меня как всегда вопрос музыкальный. Я сразу попрошу включить маленький фрагмент произведения, чтобы было понятно. Этого дяденьку, который сейчас пел, когда он родился, звали Марк Фелд. И он так, кстати, себя ничего особенного не представлял. Учился играть на гитаре, играл на улицах. Счалки — это такие фолковые песенки. Ну вообще, как бы так, не складывалось с него. Тоже аутсайдером таким определенным был. В какой стране-то? В Британии. Марк Фелд родился он в Британии в 47-м году. В это время все его ровесники уже там были знаменитостями, которые с гитарами. Он как-то вот ему все не складывалось. И он решил сделать две такие вещи. Во-первых, он решил сменить свою фамилию. И взял дипседоним очень классно. Он взял Боба Дилана из двух частей его фамилии и сложил себе дипседоним. Получился Болан. Стали его звать Марк Болан. А во-вторых, придумал название своему коллективу. Причем для названия он взял такое крупное, очень животное. Огромное. И после этого дела пошли на лад. Вопрос очень простой. Какое же животное он взял? Даже вот не просто назвать его нужно, а просто назвать. Это было громадное присмыкающееся? Это было громадное земноводное? Или это было громадное млекопитающее? Ирик знает? Ирик знает. Да? Да. Ну вот и все. Вопрос очень простой. После чего дела пошли на лад. И он стал крайне знаменит. Об этом я поговорю в своем втором вопросе уже. И звонок. Давайте общаться. Алло, добрый день. Как зовут? Добрый, Андрей. Андрей. Так, это животное Тирекс. Тирекс? Ну, это как бы уже правильный шаг, да? Это Тиранозаурус Рекс. Доканов все-таки земноводное, млекопитающее или присмыкающееся? Присмыкающееся. Ответ абсолютно правильный. Слушайте, у нас такие умные слушатели, Андрей. Ну что ж, вы все правильно ответили. Что вы хотите получить? Басинского. Отличный выбор. Павел Басинский. Посмотрите на меня тайная история. Отличная совершенно книга. Абсолютно справедливый выбор. Не кладите трубочку. Вам объяснят, как вы сможете получить вашу книгу. Да. Володя? Ну, у меня сегодня, я не стал мудрствовать. Простые вопросы, связанные с Масленичной неделей. Напоминаем, что Масленица-то продолжается. Ну, вернее, она уже в завершающую стадию вступает. Воскресенье будет вращенная. Скажите, пожалуйста, как называется сегоднячный, пятничный день Масленичной недели? Напоминаю, что каждый день он имеет свое название. Да? Дозвоните 211-101, как называется пятница на Масленичной неделе. Напоминаю, что понедельник был встреча. Вторник был заигрыш. Среда лакомки. Вчерашний день разгул. Широкий четверг. А как называется пятница? 211-101. Что-то как-то задумались. Не в курсе. Алло, добрый день. Здравствуйте. Тещины посиделки. Ну, или тещины вечерки, да? Ну, да. Да, это Светлана нам дозвонилась, наша постоянная слушательница. Да-да. А в чем суть? Можете пояснить, Светлана, этих тещин? Ой. Вечерок. Не, ну, может, это теща. Теща приходит, может, зять, может быть. Я точно не знаю. Не-не-не. Это, наоборот, ответный визит тещи к зятю. А, наоборот? Да, накануне, накануне, да. Как это в эггдоте беда не приходит? Вот еще и теща приехала, да? То есть накануне ходили муж с женой к теще, а теща с ответным визитом в пятницу приходит вечером посидеть за столом. И тоже веселье, тоже разгуляй и так далее. Ладно, что вы хотите получить? Книжка «Здоровье как по нотам». Да, есть такая книжка. Вес, здоровье, секс. Что там еще? Красота и здоровье. Рукодрола здесь нет. Вес, солнце. Вальс гормонов называется эта вся книжка. Прекрасная совершенно книга. Вот, красиво оформленная. И очень полезная. Она для девочек, она розовенькая, да? Ну, она такого. Сиреневого цвета. Я немножко дальтоник могу неправильно сказать. Какие у вас сегодня литературно ориентированные зрители. Слушайте, слушайте, Леха Москвы. Да. Итак, у нас сейчас будет небольшая реклама. Юлия Беляк, специалист по связям с общественностью Театра Наспаска. Ирак Галямов, артист Театра Наспаска, сегодня у нас в гостях. Прервемся на полторы минуты и скоро продолжим нашу беседу. Культ поход. Итак, мы снова в прямом эфире. 211-101. У нас тут случилось нечто в перерыве. Довольно необычное. Есть уже претендент, висит на линии. Мы хотели продолжить разговор про спектакль «Гудбай в Берлин». Но, видимо, для того, чтобы не заставлять человека долго ждать, сейчас Юле придется задавать вопрос. Да, хорошо. Вопрос снова касается той же новогодней премьеры «Тайна волшебной страны». И если вы были на этом спектакле, не составит труда на него ответить. Достаточно лишь сказать правильный вариант названия одной из стран, по которым в поисках счастья странствует главный герой. Это «Трудовия», «Снеговия» или «Баобабия». «Трудовия», «Снеговия» или «Баобабия». Алло, добрый день. Вы в эфире. Как вас зовут? Евгений Васильевич. Евгений Васильевич. Ну что ж, угадывайте. У вас две попытки. Четыре этих самых, да. Так, «Еговия». Мимо. Так, казалось. «Еговия» не было. «Еговия» не было. Варианта было три. А, вариант был, так это, варианты я, видимо, ослышался. Повторите еще варианты. «Трудовия», «Снеговия», «Баобабия». Ну, конечно, «Людовия». Вы вообще какой-то свой вариант сейчас произнесли. Пусть будет, я все равно очень не угадал. Нет, все равно. Евгений Васильевич, к сожалению, вам не повезло. Не получилось. Попробуйте в другой раз. А мы, в свою очередь, сейчас то, что нам делать. Ждем следующего звонка. Ждем следующего звонка. Ну, тем временем, можем поговорить. «Трудовия», «Баобабия» или «Снеговия». Да, запоминайте. Других вариантов не было. Правильный ответ у меня перед глазами. Я его вижу. Так. Ну и что, будем все-таки добивать, да, этот вопрос? Ну, пока пусть думают. Пока слушали, пусть думают. Не будем дождаться. Ну, кстати, на «Вашей стране» спектакль продолжается. Да, конечно. Я смотрю на расписание, на афишу. В следующий раз он в марте будет, по-моему. «Добрый день». «А как вас зовут?» «Хочу погадать, Ирина». «Ирина, ну что ж, у вас три варианта. Ждем». «Трудовия». «Мимо». «А снеговия». «Тоже мимо». «Ждем следующего звонка, для этого исключения, как я понимаю». Увы, мы не можем изменять своим правилам две попытки. Зато у нас появился счастливчик, которому надо всего лишь добрать номер. И которому мы не будем повторять варианты. Ничего не будем повторять. Он должен чисто на своей памяти все сказать. «Там не снеговия, там сугробия еще есть, да?» «Ну, я заменила варианты, да». «И урагания». «И вот третье еще осталось. Я думаю, что если вы внимательно слушаете, вы сейчас запомнили. Ну, в конце концов, да. Гаджеты у людей есть, я думаю, найдут. «Добрый день, мы рады вас приветствовать». «Добрый день, Бабаби». «Бабаби», конечно. «Как вас зовут?» «Елена». «Елена». «Поздравляем». «У нас много призов. Куда пойдете?» «Можно на премьеру». «На премьеру. «Гудбай, Берлин». «Да». «О, отлично. Наши гости не зря сегодня пришли. Хоть кто-то будет на спектакле. Ну, шутка. Шутка. «Шутка, Владимир». «Жалко, что у нас не телевидение. Вы видели, какие были возмущенные лица у наших гостей». «Нет, безусловно, постановка заслуживает большого внимания. Мы еще будем разыгрывать, кстати, билеты в следующих культпоходах. Да, Витя? Именно на эту постановку. «Теперь уже не знаю». «А, будут ли они еще?» «Ну, хорошо. Все, прощаемся с нашей слушательницей». «Да, да». А, ну да, не кларите, пожалуйста, трубку с редактором нашим, пообщайтесь. Давайте еще поговорим о спектакле «Гудбай, Берлин», Ирок. Я смотрю, там много людей-то работает над постановкой, да? «Вы имеете в виду постановочную группу или трубку?» Собственно, команду режиссер Александр Владимирович Триасцин, художник Екатерина Андреева, видеохудожник Сергей Юферов, композитор Роман Цепелев и Ирина Брежнева традиционно в роли хореографа выступает. Ну, это вообще такая сложная сочиненная конструкция. Это такой исключительно синтетический театр. То есть, помимо непосредственно актерского действия, там есть еще, не хочется открывать тайны, но там есть много разных фишек, так скажем, которые это действие раскрашивают каким-то образом. Но это решение, которое Саша Триасцин придумал, мне кажется, оно удачное. Правда, там на технике очень сильно завязано, я надеюсь, оно нас не подведет. В театре работают профессионалы, и пока все в порядке. Но пока в репетиционном процессе не подводит. Пока все в порядке, да. Когда, конечно, у техники есть такое свойство. Есть, да, потому что все-таки театр, когда театр вдруг зависит от каких-то гаджетов, то это всегда странно. Я вообще пока не знаю, о чем идет речь, потому что нас пока в зал не пускают. То есть, даже вас не пускают? Да, нас не пускают в зал. Мы ходим, разговариваем шепотом. Дверь на сцену, через которую мы, как правило, проходим в свои рабочие кабинеты, она закрыта. Нам приходится ходить нашими катакомбами. Ну, это у нас есть такой подсценный проход. Поэтому тайна сия велика есть. Эта интрига, мне кажется, она передается уже по воздуху, потому что, да. Что-то там химичит. Что-то химичит. Появляются какие-то странные афиши с странными цитатами, да, по которым, честно говоря, понять что-либо пока невозможно. Кстати, вот скажите, пожалуйста, Ирик, поскольку мне это не удалось побывать на репетиции, а вообще, как вы могли бы обозначить жанр, ну, вот так вот, условно, жанр этого спектакля? — У одного персонажа этого спектакля, ну, романа, так скажем, да, есть такое, он произносит такое слово — «карпедием». — Чего-чего? — «Карпедием». — А вот, сякий момент, лови момент? — Типа того, да. Я думаю, что я бы как жанр обозначил, то есть «год бай Берлин», «карпедием», «лови момент», «живи сейчас». Вот, мне кажется, это главная мысль, потому что, тем более в наше время, тем более подростку, загадывать куда-то вдаль очень сложно. Вот, и мне кажется, они окунулись в эту атмосферу, эти два друга, у них случились эти совершенно сумасшедшие приключения. — А, кстати, что привело к их дружбе-то? Они совершенно разные. — Они оба одиночки, они оба одиночки, да, и они вот на этой почве каким-то образом сблизились, и совершенно случайно вот этот Андрей Чихачёв, Чик, заехал к своему другу, новому Майку, и предложил прокатиться. — На угнанной машине. И они отправились в это безумное путешествие. — По сути, это уголовное преступление. — Да, да. Но другое дело, смотрите, какая штука. Другое дело, в 14 лет ты ведь не так серьёзно воспринимаешь такие штуки. — Не отдаёшь отчёт. — Не отдаёшь отчёт, да. И потом, там даже есть такая фраза, да теперь же 14 лет ты не достиг возраста уголовной ответственности. Я, правда, не знаю, как там в Германии у них с этим. — Ну, в России, да, с 14 только за особо тяжкие наступают ответственности. — Вот. И поэтому, ну, я думаю, что это такой момент, это момент, такой Рубикон, перехода из детства в какое-то уже юношество, взрослость. Потому что они уже принимают решения, они совершают так или иначе какие-то поступки. Начинают. — Вы знаете, я вот сейчас подумала об актуальности этой темы, потому что мы в преддверии этого спектакля для школьников, для студентов, там вообще, кстати, не было даже ограничений по возрасту, запустили такую акцию, которая называется «Наша тема». И в этой нашей теме мы не отслеживали, это было не сочинение, это скорее было эссе. Там было три темы «Твой лучший друг», «Как я провёл лето» и ещё одна, которую я не запомнила. Вот. И вы знаете, вот когда мы читали работы школьников, студентов, такие откровения, такие вот даже, знаете, я сейчас некоторые моменты вспоминаю, у меня даже мурашки по коже пекут, потому что действительно вот эта вот тема невостребованности какой-то, вот пусть призрачной, пусть придуманной для себя, тема одиночества, тема первой влюблённости, тема разочарования в человеке, в которого ты, может быть, влюблён. Вот это вот настолько всё остро ощущается, мне кажется, что спектакль будет очень, в данном случае, хорошим ответом на многие вопросы тех, кто его посмотрит для подростков. А что касается, кстати, тех, кто у нас становится победителями, это всё-таки был конкурс, у нас отобрано несколько работ, для этих людей пройдёт театральное приключение, театральное путешествие, как угодно можно назвать. Там будет и мастер-класс, там будет знакомство с театром, там будет возможность эксклюзивная, которая нам не предоставляется до сих пор, побывать на генеральной репетиции этого спектакля. И, в конце концов, там будет записан видеоролик, который будет запущен в видеосетях, где все они смогут высказаться. Хочется очень спросить, чем заканчивается эта постановка? Все живы-здоровы? Нет, хорошо кончается, вот это вот всегда всех интересует. Да хорошо кончается. Люди не в слезах будут выходить из зала? Я надеюсь, что в слезах, конечно. В слезах, да? Это потому, что хорошо всё кончилось? Ну, смотрите, театр ведь не должен давать ответы на какие-то вопросы. Театр должен ставить вопрос, человек сам на него отвечает. Озадачивается. Да, конечно. Если вдруг эмоционально мы кого-то затронем, то отлично. Если кто-то останется равнодушным, это тоже какая-то реакция, это тоже неплохо. Театр, мы по-разному реагируем на разные обстоятельства нашей жизни, а тем более на искусство. Кому-то это придётся, кому-то нет. Я надеюсь, что будут некоторые плакать. Три-четыре минуты. Я предлагаю задействовать наших слушателей 211-101. Вопросов, Юль, больше нету? Нет, вот у Николая был, я помню. Да, у Николая продолжу эту историю. Тогда хорошо, мы уже заговорили. Я заговорил про группу Тирекс или Тиранозаурус Рекс. Да, они стали знаменитые. И даже более того, когда в 70-х годах пришли панки, они всех смели спите стало. Почему-то Марко Була, но они сказали, нет, парень ты классный, оставайся с нами. И более того, он стал одним из самых любимых, так сказать, он и его группа у нашего питерского рок-клуба. И вот сейчас прозвучит песенка, которую один из наших питерских рок-музыкантов очень творчески переработал, сделая своим хитом. Хотя и текст оттуда, и музыкальный оборот оттуда. Вот, пожалуйста, маленький фрагмент включи. Да, я люблю буги в субботние вечера. Вопрос такой, кто же из этих музыкантов? Это был Майк Науменко из «Зоопарк», это был Борис Горбинщиков и «Аквариум», или это был Виктор Цой и кино? Кто эту песенку сделал своим хитом? Совершенно так, по-наглому, да? Взял и сделал. Кто правильно ответит, тому и приз. То есть, это что, кавер был просто? Ну, это как тебе сказать, вариация на тему. Вариация. Да, ну, субботний вечер. Алло, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Михаил. Михаил, да. Ну и что вы думаете? Ну, я не думаю, я не знаю, это Майк Науменко из «Зоопарк». Совершенно верно, да, субботний вечер, и вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Да, я люблю буги-буги. Да? Буги вы каждый день, конечно. Это Майк Науменко? Это Майк Науменко. А потом секреты, годенько так перепели, да. Ну, это все вот пошло как раз к Марку Бола на группе Терекс. Вы правильно ответили совершенно. Что вы хотели получить? А что осталось из театра? Ой, из театра у нас вообще драмтеатр полностью остался. Сегодня, завтра, 23-24-го. Четыре спектакля в драмтеатре. Выбирайте любой, когда вам удобно. Запрещенный роман, Киров, лес, божье дерево, поздняя любовь. Дайте поздняя любовь. Поздняя любовь. 24-го февраля в 5 часов. Ограничение 12+. Вам 12 есть? Есть. Отлично. Так на серьезе ответил. Не клади трубочку, вам объяснят, как получить ваш приз. Ну что, успеваю еще? Конечно. Ну, у меня не вопрос, у меня задание. В честь того, что сегодня тещины вечерки, я прошу прощения, что сейчас женскую аудиторию отсекаю. Я сейчас к мужчинам обращаюсь. Дорогие мужчины, кто-то один из вас, вот сейчас дозвонитесь, произнесите имя, фамилию своей тещи любимой, поздравьте ее с масленицей, пожелайте что-нибудь хорошего, а мы вам подарим. У нас еще есть книжки и пригласительные на выставки, в театр и так далее. Ты отсек не только женщин, ты еще кучу холостых мужчин отсек. А, кучу холостых мужчин. Ну, вот раз уж день такой, пятница, тещины вечерки. Ждем вашего звонка 211-101. Кстати, я хочу тоже пожелать своей теще, любимой Галине Борисовне, удачи, здоровья. Она скоро на юг уезжает в Сочи, в санаторий, чтобы удачно съездила, зарядилась так здоровьем. Так, Володь, приз-то твой уже? А, мой, да, уже. Ты уже ответил, да, на свое задание? 211-101, ну что, нет у вас, нету, нету никакой, никаких светлых чувств, собственно, тещи? Слушай, я такой, что, я немедленно бы прогнулся на радио прямо, ну что ж ты, перед тещей. 211-101, ждем вашего звонка. У вас-то есть теща, Ира? Конечно. Есть? Все нормально, складывается отношение. Отлично, к сожалению, она не сможет сегодня к нам прийти. Она в другом городе. В другом городе. Ясно. Есть? Да. Есть желающие? Здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут? Как тещу? Андрей Жигалин. Андрей Жигалин, ну вперед. Но у меня нету тещи, вот, что делать я не знаю. Если у вас нету тещи, да. Да, если у вас нету тещи, то вам ее не потерять. Ну поздравь других тещ, Андрей. Поздравляю, да. Желаю им замечательных дочерей, мужей, свекровей и так далее. Может быть, что-нибудь поэтическое у вас есть про тещу? Андрей вспомнил всех родственников. Всех родственников, да. Может, у вас есть поэтическое что-то, посвященное тещам? Зятевьев, он не вспомнил, как теща. Андрей, нет? Хорошей тещи взять не будет тещи. Есть у вас стихи, посвященные тещам? Нет, наверное. Так у него тещи-то нет. А, тещи нет, зачем, собственно, да. Он не знает, что. А влюбленным есть у вас посвящение? Недавно тут как раз был день всех влюбленных. Да, да. Читайте тогда. Звезды пожали плечами, крылья смешно приподняв. Кто это дрыхнет ночами? Ты, именинник, не прав. Ты же бродяга не вечен. Так не спеши и живи. Каждый дарованный вечер. Лишь для чудес и любви. Отлично. Спасибо, Андрей, большое. Выбирайте приз. А вот «Божье дерево» 23 февраля, да? Да, 23-го, 5 часов вечера, в мужской праздник. Ага, ну вот давайте его. Хорошо, не кладите, пожалуйста, трубку. Традиционная для вас процедура общения с нашим редактором. Собственно, озвучивание адреса, куда нужно прийти за этим билетом. Это наша редакция. Спасибо, спасибо. Сегодня поговорили о премьере. Премьера будет 2-го марта в Театре Наспаска. 2-го и 3-го. 2-го и 3-го марта, да. Гудбай в Берлин. Наши гости Юлия Беляк, Ирок Галямов. Спасибо большое, всего доброго. До свидания. Спасибо. До свидания.